МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашия, информационная программа «Республика» в студии Ольга Пырычкина. И сегодня в нашем выпуске. Их служба и опасна, и трудна. Российские спасатели отмечают свой профессиональный праздник. Это наш дом, мы хозяева в нем. В Чебоксарах выбрали лучший двор и лучший новогодний подъезд. Вместо аварийного жилья новые квартиры под ключ. Сегодня еще 12 семей стали счастливыми новоселами. Врачи, педагоги, инженеры, артисты и музыканты. Представители самых разных профессий собрались сегодня в Доме правительства. Повод очень важный и торжественный. Михаил Игнатьев вручил государственные награды Российской Федерации Чувашии 46-ти лучшим труженикам республики. Когда человек все свои силы, всего себя отдает любимому делу, к нему приходят и награды, и признания. Ваши знания, труд, интеллект, творческое вдохновение служат родной Чувашии и нашей великой России. Ваше умение находить нужные решения в нужный момент, ваши достижения, ваши успехи отражаются в итогах уходящего 2014 года. Действительно, самая главная ценность Чувашии – это талантливые и трудолюбивые люди. Они независимо от должности и выбранной профессии реализуют различные проекты, как на территории республики, так и за ее пределами. Алла Стальская получила медаль ордена за заслуги перед Отечеством второй степени. Работая в Сочи на олимпийских объектах, она всегда с гордостью говорила, что представляет Чувашскую республику, город Чебоксары. Я 35 лет проработала в Чувашской республике. Здесь прошло мое становление как специалиста, профессионала и управленца. Никогда не могла себе представить, Михаил Васильевич, что последние три года мне придется работать на своей малой родине в Краснодарском крае на олимпийской стройке. Это был уникальный государственный проект, это был имидж Российской Федерации. Программа закончилась, олимпийские объекты будут и дальше, в постолимпийский период использоваться. Спасибо огромное. Я дома, я в Чувашии. Всего доброго. Хирург Козловской районной больницы получил звание заслуженного врача Российской Федерации. Владимир Фомин говорит, что это признание высококвалифицированной работы всего коллектива. В больнице наше носит имя Ивана Ефимовича Виноградова. Это мой кумир. Он всегда говорил, удовлетворение достигнутым – это остановка, остановка – это шаг назад. И всегда говорил, в любимом деле человек-богатырь. Я считаю так, что любой человек, который стремится к лучшему, стремится к своей работе, он всегда заслуживает, всегда будет заслуживать свое внимание. Я очень сегодня благодарен за эту высокую награду. Эти творческие люди не намерены останавливаться на достигнутом. Признание на государственном уровне – для них стимул двигаться дальше и работать на благо республики и страны. Татьяна Трофимова, Елизавета Зайцева, Сергей Рябчиков, Республика. И в агонии в воду. Сегодня свой профессиональный праздник отмечают те, от кого в чрезвычайной ситуации зависит наше здоровье и даже жизнь. Михаил Игнатьев поздравил сотрудников МЧС с Днем Спасателя. Валерий Филиппов – в прошлом прокурор. Сейчас все свое свободное время отдает обучению основам безопасности. Многих несчастных случаев удалось бы избежать, если бы граждане знали элементарные правила поведения на воде. Сегодня ветеран правоохранительных органов возродил республиканское отделение известной организации. Мне надоело, как-то жалко стало людей, детей, которые погибают на воде. Поэтому эту организацию возродил. А в настоящее время у нас Чувашская республиканская организация «Восвод» в России в числе первых. Сегодня представители героической профессии получили в награды за свой нелегкий труд, почетные грамоты, медали и благодарности. Троим присвоили звание прапорщик внутренней службы. Вначале же я хочу от всего сердца поздравить вас с Днём Спасателя. Выражаю слова искренней признательности вам, мужественным, смелым и отважным людям, чья профессия одна из самых сложных и ответственных. И какие бы чрезвычайные ситуации ни происходили, ни случались на Чувашской земле, люди с бедой один на один не оставались. Особо признателен глава республики тем, кто бросил вызов непогоде и устранил последствия октябрьского ледяного дождя в рекордно короткие сроки. Дарина Игнатьева, Регина Кубайкина, Андрей Спиридонов, Республика. За последние пять лет детская хирургия в Чувашии сделала огромный шаг вперед. На сегодняшний день в Республике выполняются операционные вмешательства любого профиля. Внедрение современных методик лечения улучшает качество жизни детей. В последние годы снизилась средняя продолжительность после операционного периода. Все это сделано во многом благодаря обмену опытом с ведущими специалистами страны и медицинские учреждения Республики посетил сегодня главный детский хирург Москвы Александр Разумовский. После посещения Чебоксарских больниц Александр Разумовский встретился с главой Чувашской Республики. Говорили о качестве медицинской помощи в целом и о том, что изменилось в Республике с прошлого визита хирурга. У меня прямо на глазах происходят очень такие значительные изменения. Я представляю детскую хирургию, я могу говорить только о детской хирургии. Я вижу, что как много сделано за последнее время в вашем регионе, в частности, в детской больнице. Здесь руководством Республики и руководством этой больницы произведены такие организационные изменения, когда укропнение произошло, объединение таких мелких, так сказать, структур в одну единую управляемую систему. И это, с моей точки зрения, привело к улучшению качества организации, ну и, разумеется, результатов лечения. И руководство Республики, это очевидно, сделало очень много для того, чтобы насытить вот это учреждение самым современным оборудованием. Несмотря на то, что современным оборудованием сегодня оснащены почти все медицинские учреждения Республики, самым важным критерием оценки качества медицины является профессионализм врача. Никакое оборудование не заменит интеллекта и знаний, подчеркнул Александр Розумовский. Дарина Игнатьева, Сергей Рябчиков, Республика. В Чувашии активно реализуется федеральная программа переселения граждан из аварийного жилья. В планах к концу 2017 года полностью решить эту проблему. Сегодня новоселами стали еще несколько семей. Включи от квартиры номер 12 вручаются семьи Егоровых. Сегодня еще 12 семей стали счастливыми новоселами. В районе Садовой, где возводится социальное жилье, по этому поводу устроили настоящий праздник. Первый этап государственной программы переселения жителей с аварийных домов мы решили. Сегодня мы работаем над вторым этапом. И в данном микрорайоне Садовой дома, как грибы, поднимаются. Мы вручим и в этом году, и в следующем году еще десяткам, сотням семей ключи от новых квартир. Ключи новоселам вручал и Константин Косачев. Сенатор Совета Федерации тоже отметил, что в Чувашии успешно справляются с программой переселения граждан из аварийного жилья. Очень важно, что здесь есть и федеральный ресурс, здесь есть республиканский ресурс, здесь есть своя доля частного предпринимательства. И вот в этом режиме государственно-регионально-частного партнерства и получается делать такие замечательные проекты. Квартиры новоселам сдавали под ключ. Межкомнатные двери, линолеум, обои, сантехника. Газ горит, все работает, батареи горячие. Батареи горячие. Калфурт, смотрите, застекленный все. Мы очень много лет ждали этого дня. Вот сегодня пришел назначенный день, конечно. Мы рады очень. Хорошо, мы счастливы сегодняшний день. И дальше думаем, хорошо, счастливы жить. Спасибо. Сегодня же депутаты обеих палат федерального собрания встретились с главой правительством Чуваши. Они обсудили социально-экономические итоги уходящего года. Глава Чуваши сообщил, что индекс промышленного производства достиг 104%, а рост по сравнению с предыдущими более благоприятными периодами, разумеется, меньше. Но, несмотря на сложности, многие предприятия продемонстрировали положительную динамику. Михаил Игнатьев также поблагодарил депутатов и сенаторов за плодотворную совместную работу. Чуваши получили более 7,5 миллиардов рублей инвестиций с федерального бюджета, благодаря чему удалось решить ряд задач, в частности, создать центр сертификации для электротехнического кластера. На встрече также обсудили задачи на следующий год. Еще 10 ноября в Чебоксарах стартовал конкурс на лучший проект праздничных мероприятий – «Новогодний двор». Он проводился среди органов территориального общественного самоуправления. И сегодня подвели итоги. 19 ТОСов боролись за звание лучшего новогоднего двора. Кстати, конкурс на самый интересный проект проведения новогодних мероприятий проходит в столице Чувашии впервые. Я думаю, что это традиционный станет, мы будем проводить ежегодно. И наша задача, чтобы наш город не только центральной улицы, а в первую очередь дворы благоустраивались. И чтобы в наших дворах тоже было интересно, чтобы елки были не только на центральной площади, а во дворах. Мы эту задачу ставим из года в год, чтобы больше елок, чтобы больше мероприятий новогодних проводилось во дворах. И вот вместе с вами это что-то получается. Все отмечают, что город в лучший раз украшен в этом году и во дворах, и в центральной части. 10 тысяч рублей в качестве приза за третье место получили ТОСы «Южный», «Кукшумка» и «Кировский-1». Серебряными призерами стали «Новоюжный» и «Восточный». Их вознаграждение 20 тысяч. Победителем конкурса «Новогодний двор» стал ТОС «Смитовский». Он получил 30 тысяч рублей. А для ТОСа «Залив» специально учредили дополнительную номинацию «Волшебство своими руками». И 20 тысяч рублей в качестве приза. Мы не ожидали, что получим, конечно, первое место. Реакция всегда положительная. И коллектив школы, и члены совета ТОС были рады. Сейчас реализуется этот проект на сегодняшний день. Проводится в дворах, елки. Основной двор был украшен по адресу гражданская, 62 корпуса 1. Ну там новогодняя атрибутика, Дед Мороз. Все элементы, которые требуются на Новый год, есть там. Свои идеи, проекты и конкурсы для создания праздничной атмосферы участники придумывали в течение месяца. Конкурс проходил с 10 ноября по 10 декабря. Благодаря этому чебоксарцы могли окунуться в новогоднюю атмосферу, практически не выходя из дома. Ведь именно дворовые праздники – это прекрасная традиция, которая сплачивает людей и мотивирует их на активное участие в жизни города. Юлия Важенина, Александр Петров, Республика. Ну а некоторые жители города двором ограничиваться не стали и превратили в новогоднюю сказку собственный подъезд. Несколько лет назад администрация города Чебоксары объявила конкурс на лучшее оформление подъездов к Новому году. Жителям Калининского района так понравилась эта идея, что они уже на протяжении шести лет дружно украшают свои дома. И делают это они не ради победы. Им нравится сам процесс. Каждый год сами по своей инициативе собираемся, украшаем, вырезаем. Я любительница вырезать снежинки. Первые годы было, что портили, сносили, сдирали. А последние два-три года нет. Бережно относятся. В Калининском районе конкурс новогоднего оформления подъездов называется «Сказка входит в каждый дом». И действительно, к победителям придут Дед Мороз и Снегурочка. Принесут грамоты и подарки. Если вот, например, соседский дом наряжает свои подъезды, окна, рядом пассивный дом, и они стараются на следующий год участвовать. Вот цепочки ежегодно прибавляются, прибавляются эти дома и подъезды. Такие конкурсы объединяет население. Сплоченность вырабатывается. Не то, что вырабатывается, а вообще сплоченность становится. Ведь народ теперь не только новогоднему празднику готовится. И любые праздники проводят совместно. Это Масленицы, Рождественские вечера и другие праздники. В конкурсе несколько номинаций. Лучшее новогоднее оформление подъезда, балкона и самые яркие гирлянды в окне. Марина Рябцева, Николай Яковлев, Республика. Ну а сейчас информация для тех, у кого все еще нет новогоднего настроения. В предпраздничные дни в Чебоксарах открылась выставка частной коллекции кукол-марионеток из Воркуты. Феерия кукол ждет вас в художественном музее. Добро и зло в кукольном обличье. Их легче различать в сравнении с миром людей. Принцессы обязательно добрые и красивые. Ведьмы злые и страшные. Волшебники и гномы где-то посередине. Герои кукольных постановок, приключения Пьеро, волшебные краски, северная сказка, принцесса цирка и многих других сказок из Республики Коми поселились в этом небольшом выставочном зале художественного музея. Все они авторская работа художника Бутафора и настоящего мастера своего дела Виктора Карпенко. Еще в детстве он самостоятельно начал мастерить марионеток и других кукол. Затем долгое время трудился в театральных мастерских и обучался профессии в Москве. Детское увлечение стало делом всей жизни. Куклы разные. Я не делаю никаких штампов. Если вы заметили, что даже лица, если взять девочек, мальчиков, они все разные. То есть образ я леплю каждый раз для определенной сказки. Детей, взрослых. Я уверен, что когда взрослые смотрят кукольный спектакль, они тоже улыбаются, смеются и становятся добрее. Все декорации к постановкам вместе с образами кукол Виктор Александрович придумывает и мастерит сам. Герои с помощью рук мастера словно оживают на глазах. Они умеют не только двигаться и ходить. Некоторые из них даже способны выполнять акробатические трюки и летать. По словам коллег Виктора, юные зрители со своими родителями всегда остаются в восторге от увиденных зрелищ. Сценарии также придумывают и пишут сами. Когда бабушка рассказывает сказку на ночь своему внуку, внук засыпает, и ему снится сон про принцессу добрых сказок. И результат, конечно, к нему приходит гну, злой волшебник, детям нравится. Выставка плавно может перейти в спектакль. Все новогодние каникулы ребят будет возможность посмотреть сказку «Принцесса добрых снов». Анастасия Лангина, Андрей Шоклев, Республика. 2014 год стал юбилейным для самого крупного санаторного комплекса Республики. Санаторий Чуваши отпраздновал свой 30-й день рождения. За эти годы он приобрел всероссийскую известность. За здоровьем в Заволжские леса едут со всех регионов. Присоединяйтесь к экскурсии. Я с вами прощаюсь. Всего доброго. Левый берег Волги для строительства этого бальнеологического комплекса был выбран не случайно. Именно эта территория богата сероводородными и хлоридно-натриевыми минеральными водами. Их используют при лечении заболеваний опорно-двигательного аппарата, нервной и сердечно-сосудистой систем и кожи. В спальном корпусе размещаются 162 номера разной комфортности. От стандартных двухместных до студий и люксов. За 30-летнюю работу санатория Чувашия медицинскими услугами сумели воспользоваться около 240 тысяч посетителей. Сделать это было бы невозможно без профессионального и сплоченного коллектива. Самые лучшие получили в день рождения почетные грамоты и благодарности за свой нелегкий труд. Почетная грамота Чувашской республики награждается... Багдасов Анатолий Борисович, врач и горе-флексотерапевт Салатуря, который посвятил 30 дней на благо оздоровления людей. АПЛОДИСМЕНТЫ Были и тяжелые времена, трудности, но коллектив всегда их с честью преодолевал. Были и есть настоящие успехи, подлинные победы, которыми мы вправе сегодня гордиться. И ими мы гордимся. Свой юбилей санаторий отмечают в хорошей рабочей форме. Наши предприятия пользуются заслуженным авторитетом, успехом, широко известным не только в ближайшем федеральном округе и далеко за его пределами. О популярности Чувашской здравницы свидетельствуют многочисленные награды, завоеванные на республиканских, окружных и даже всероссийских конкурсах. Специалисты санатория наряду с традиционными методами лечения успешно применяют новейшие медицинские технологии. Дальнейшее развитие санаторного комплекса напрямую связано с газификацией за Волжье. Об этом сказал на юбилее глава республики Михаил Игнатьев. В связи с тем, что газа нет на этой стороне, я могу сказать, вчера буквально у меня были встречи с компанией «Газпром». Инвестиционные программы практически они подтверждают. Проект на смертной документации подготовлено. И через республику Мариел в 2015 году должна начинаться газификация городского округа города Чебоксары, в данном случае территории Заолжье. 30 лет – это прощание с молодостью, а вступление в зрелый возраст – это весомый повод думать о перспективах. Все много сделано по созданию условий, как в номерах, так и в коридорах, плюс даже на входе, прекрасные условия. И с этой точки зрения у вас хорошо получается. Вы можете делать, знаете, как нужно сделать. Я надеюсь и полагаю, что в перспективе будет санаторий Чебаши подниматься на другой уровень. В планах создание хоккейной площадки, лыжных трасс для активного зимнего отдыха и завершение строительства физкультурно-спортивного комплекса. Социальная инфраструктура увеличит количество отдыхающих в геометрической прогрессии. По результатам анкетирования количеством услуг санатория Чебаши удовлетворены более 90% посетителей. Редактор субтитров А.Семкин